О чем будем говорить, доктор? Представьте себе ситуацию. Человек проснулся утром, встал и потерял сознание. Многим покажется, что эта ситуация надумана. Но на самом деле для некоторых людей эта ситуация бытовая, они с ней сталкиваются каждый день. Это люди с пониженным артериальным давлением, люди с гипотонией. И хотя сейчас средства массовой информации и врачи бьют тревогу и говорят о том, что именно гипертония, то есть повышенное давление, несет максимальную опасность. Но гипотония это то состояние, которое человеку доставляет массу неприятностей. Более того, от гипотонии до гипертонии не такой уж большой шаг. И люди зачастую переходят из одной категории в другую, даже не замечая этого. Многие знают, что у них пониженное давление. Когда они приходят в компанию или сейчас с друзьями, они говорят о том, у меня пониженное давление, у меня там 90 на 60. Но о вреде люди совершенно не задумываются. Они считают, что это нормально. Давайте будем это сегодня обсуждать вместе с нашей героиней. К нам обратилась Елена Быкова. Она утверждает, что низкое давление лишило ее свободы. Внимание на экран. Прошу вас. Совсем недавно жизнь москвички Елены Быковой была похожа на земной рай. Я работала на хорошей должности, воспитывала сына, занималась дайвингом. Но теперь маску и ласты ей пришлось убрать в шкаф. За два года жизнь Елены резко изменилась. Потемнение в глазах, закладывает уши, руки холодеют, потеют. То же состояние, когда близкое к обмороку, могу просто упасть. Врач поставил диагноз – гипотония, пониженное давление. Верхнее, ниже нижнего. То есть это были цифры 70, 85 на 90. Елена – профессиональный переводчик. Но из-за проблем со здоровьем женщине пришлось уволиться с престижной должности в издательстве. Кому нужны больные работники? То есть пару раз обморок, скорую, никто не будет с этим, конечно, заниматься. И просто поступит предложение об увольнении. Помощи Елене ждать не от кого. Живет она одна, единственный сын лишь изредка приезжает навестить мать. Я и не знаю, что со мной происходит. За два года женщина больше не обращалась к врачам. Она смирилась с болезнью, которая лишила ее свободы. Мы решили помочь Елене и отправили ее на детальное обследование в центр реабилитации. Мы сегодня возьмем обязательно анализ крови, проведем ультразвуковое исследование щитовидной железы, сделаем эхо сердца. И, конечно, пациентку посмотрит гастроэнтеролог и гинеколог. Сможет ли Елена вернуться к полноценной жизни? Она очень хочет, но не верит в это. Мы будем говорить сегодня об этом вместе с Еленой, которая пришла к нам в студию. Встречайте, Елена Быкова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Спасибо, что вы к нам пришли. Очень здорово, что вы наконец-то прошли полное медицинское обследование, потому что оно позволяет выяснить причину вашего заболевания. То есть не пытаться устранять симптомы, а найти причину. И в результате нашего обследования мы эту причину нашли. Давайте посмотрим на экран. Это... Ваше сердце. Посмотрите на него. Очень часто у людей, например, с сердечной недостаточностью, одним из симптомов бывает пониженное артериальное давление. Но должен вас порадовать в вашем случае, сердце здорово, и не оно является причиной вашей болезни. Следующее исследование, которое мы провели, это исследование щитовидной железы. Щитовидная железа, ее гормоны, они влияют на скорость обмена веществ. И если существует дефицит гормонов щитовидной железы, это приводит к тому, что давление также может быть пониженным. Но ваша щитовидная железа работает достаточно хорошо, и поэтому ее влияние в данном случае мы тоже исключили. Следующим исследованием, которое мы провели, было исследование яичников. При некоторых заболеваниях яичников, в частности, при климактерических изменениях, давление может претерпевать значительные изменения, но в вашем случае исследование показало, что яичники работают нормально. Очень часто давление бывает сниженным у людей в результате хронических заболеваний кишечника. Хронические заболевания, которые часто сопровождаются кровотечениями, у некоторых людей приводят к снижению артериального давления. Вы имеете в виду язву, доктор? Да, язвенные поражения. И зачастую такие заболевания люди не сразу замечают, но в вашем случае кишечник тоже оказался в норме. Итак, причина вашего заболевания – это вегетососудистые дистонии, то есть нарушение нервной регуляции сосудистого тонуса. Поэтому в первую очередь необходимо обратить внимание на нервную систему и лечение в данном случае в первую очередь должно быть направлено на нормализацию состояния вегетативной нервной системы. Вы знали об этом? Нет. И естественно, что в таком случае необходимо получать консультацию врача-невропатолога, который выяснит, какая из форм вегетососудистой дистонии в вашем случае подберет наиболее подходящие препараты. Но для людей, у которых причина низкого давления – это вегетососудистая дистония, есть очень простые правила, которые помогают им нормализовать их жизнь. Давайте о них поговорим, доктор. Давайте. Это очень важно для Елены. Первое, что я вам предложу – это лечь. Прошу вас. Отсюда. Ложитесь, пожалуйста. Очень важно правильно просыпаться и правильно вставать. В том случае, когда вы проснулись, ни в коем случае не надо резко вскакивать. Даже если звонит телефон или дверь. Даже если звонит телефон или дверь, самочувствие ваше значительно важнее. Дело в том, что в горизонтальном положении кровоток перевоспределяется, и зачастую человек с низким давлением, когда встает резко, это приводит к тому, что кровь до головного мозга доходит с очень большим трудом. И возникает состояние головокружения, и некоторые люди даже могут упасть без сознания. А вы раньше резко вставали? Ну, раньше, конечно. Я вообще так... Сейчас я вас научу, как вставать правильно. Во-первых, сначала сделайте несколько простых упражнений, активизирующих кровообращение. Подвигайте запястьями, согните руки, разогните их, поверните голову в одну сторону и в другую. Согните одну ногу и выпрямите ее, а потом другую. Это еще не все. Очень хорошо. Людям, у которых низкое давление, это кофе в постели. Сидите, сидите, вам Миша подаст. Можно еще и бутербродик с сыром. Дело в том, что кофе повышает артериальное давление, что для людей с пониженным давлением неоценимо. Прошу вас. Доброе утро. Спасибо. Теперь каждое утро Михаил будет приходить к вам и приносить кофе. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну как спали? Хорошо, спасибо. Что снилось? Самое прекрасное. Самое прекрасное. Мне снилось, что ко мне приходил полицеймака. АПЛОДИСМЕНТЫ Петя, Петя, Илья. Мне придется теперь ходить ко всем гипотоникам России по утрам. Доктор. Сделали глоточек? Да. А бутербродик? Прекрасно. Бутербродик не просто так. Бутербродик тоже со значением. Дело в том, что сыр содержит достаточно большое количество соли, которое задерживает в организме жидкость. Тем самым тоже способствует повышению давления. Поэтому это не обычный бутербродик, а лечебный. Сидите, сидите. А потом уже можно вставать, да, доктор? И уже после того, как вы выпили свою утреннюю чашку кофе, можно вставать и обязательно еще дополнительно сделать физические упражнения. Потому что на людей с низким давлением физические упражнения оказывают очень благотворное воздействие. То есть они нормализуют тонус сосудов. И в результате, выполнив несложную зарядку с утра, вы практически весь день будете чувствовать себя хорошо. Давайте вставать. И будем с вами делать упражнения. Идите сюда. Михаил нам будет тоже ассистировать. С удовольствием. Давайте мы соединим руки. И потянемся. Потянулись. И опустили руки на выдохе. И еще разок. И наклоняемся. Я так понимаю, доктор, тяжелыми упражнениями заниматься нельзя? Нет, сразу, конечно, нельзя. То есть несложные упражнения в одну сторону, в другую. А сколько минут надо это делать, доктор? Ну, суммарно 10-15 минут. Давайте сделаем еще небольшие такие повороты. Но не быстро, а плавно. Вот так. Прекрасно. А здорово придумано после завтрака зарядка. Да. Это способствует более активной перистальтике желудочно-кишечного тракта. Так, мы сделали повороты, что еще мы забыли сделать? Я думаю, что этого будет достаточно. Вам понятно, Елена? Да. На самом деле это... Очень приятная рекомендация. Не так сложно. И самое главное, полезная. Я хочу пригласить к нашему разговору нашего эксперта. Татьяну Владимировну Шаповаленко. Главный врач на презентацию Минздрава. Кандидат медицинских наук. Ведущая программы «Подари себе жизнь» на телеканале «Россия». Татьяна Владимировна, вы обследовали Елену. Вы знаете, в чем причина. Есть шанс на ее выздоровление. Ну, шансы на выздоровление есть у всех, Миша. Мы действительно обследовали Елену и исключили все соматические причины развития артериальной гипотонии, низкого артериального давления, чему, в общем, несказанно обрадовались. Но, с другой стороны, вегетососудистая дистония является достаточно серьезным предвестником развития гипертонической болезни. И в популяции людей, которые страдают вегетососудистой дистонии по гипотоническому типу, развитие гипертонической болезни с возрастом гораздо более вероятно, ну, чем в общей популяции людей. Но это как бы только одно, чем опасна гипотония, низкое артериальное давление. Как правильно уже сказал доктор, это, конечно, гипоксия тканей. Прежде всего, ткани головного мозга. И поэтому люди замедлены, они очень быстро устают, у них замедленно, как правило, речь, им ничего не хочется. И, конечно, так жить, ну, достаточно сложно, собственно говоря, как мы и видели на нашей пациентке. Основное в лечении гипотонической болезни – это тренировка сосудов. Ну, это и та гимнастика, которую вы только что продемонстрировали. Это и контрастный душ. Если страшно сразу контрастный душ, то можно делать такую же закалку для ног. То есть, менять температуру воды, в которую вы опускаете ноги, от очень холодной до достаточно горячей, максимально терпимой. Или душем, наверное, можно так делать? Можно душем, можно душем. Кому как удобнее. Это, конечно, обязательные прогулки в течение дня на свежем воздухе. Зимой очень хорошо на лыжах. То есть, обязательно, как минимум час, вы должны проводить, гуляя в парке, гуляя по свежему воздуху. И гуляя достаточно интенсивно, достаточно быстро. Это, конечно, употребление в пищу, может быть, продуктов с элеутерококом, с женьшенем, употребление специального чая, который стимулирует вегетативную нервную систему и позволяет справиться с этим низким артериальным давлением. Рекомендаций таких очень много. Поверьте мне, если все это соблюдать, вам буквально через неделю-другую вы почувствуете, насколько лучше вам стало, насколько вам стало легче жить. И, наверное, возможное возвращение на работу и, в общем, активная жизнь. Я думаю, что все у вас получится. Спасибо, Датьяна Владимировна. Рекомендации получены. Спасибо большое. Да нам-то за что. Врачам, в первую очередь, конечно. Врачам всегда спасибо. Мы надеемся, что ваш недуг пройдет, и вы придете к нам в студию здоровая, бодрая и веселая. Да? Да. Спасибо большое. Лена Быкова, ей аплодисменты. Прошу вас. Ну что ж, доктор, давайте подведем итог. Давайте. Мы узнали, что низкое давление так же опасно, как и давление повышенное. При низком давлении недостаточно крови поступает к тканям, а это означает, что они испытывают состояние кислородного голодания. Это может приводить и к повышенной утомляемости, и к замедлению темпа речи, и к замедленным движениям. Все это может указывать на то, что у человека понижено давление. И в том случае, если оно понижено, обязательно нужно получить консультацию врача. Потому что причин пониженного давления много, и некоторые – это очень опасные для здоровья состояния. И в том случае, если у вас гипотония, несложные правила сна, несложные физические упражнения, несложные правила употребления продуктов питания могут вернуть вас к нормальной здоровой жизни. Спасибо, доктор. Ну что же, низкое давление плохо, высокое давление плохо. Чтобы вы были здоровыми, давление должно быть в норме. Это была рубрика «История болезни».